всем привет те кто смотрел прошлый влог у меня день продолжается с вами здорово потому что новый день мне так захотелось торта просто еще мне захотелось его за вчера не вчера и рома мне купил принес кусочек торта как чизкейк стоил он 3 евро ну так знаете как бы ну не очень и я подумала блин я наверно испеку сама себестоимость моего бисквита который запеку с маскарпоне получается я посчитала выходит 4,90 с копейками и это будет целый торт конечно же я сейчас его быстренько замучу вот я уже часть приготовила взбила белки взбила желтки сейчас с мукой вместе смешаю и отправлю в духовочку ой смотрите какой шикарный получился правда немножечко тут с этой стороны подшатнулся но ничего пышный такой ой хороший хороший тут мне тут некоторые доброжелатели писали что нужен повод для торта для кофе для радости ну вот блин не знаю сейчас даже подумать ну какой же сегодня повод чтобы слишком они там уже не захлебнулись желчью ладно я подумаю вам скажу у меня как раз баночка осталась помните владик принес как-то варенье из школы но вот так его никто и не ел вот как раз я сейчас на бисквитик то и намажу его вместо пропитки ходила мама на волонтерские встречи и пришла не с пустыми как говорится руками посуду нам еще кастрюлик не хватает вот нам кастрюльку дали вот этот маленький как раз нам то что то что надо повесла обратно там мисочки кастрюльки это какая-то записка а вот что вот очень важно весы будем взвешивать сейчас работай на бабу не будете мой фен таскать отлично да фен теперь есть два молотка мы затем два молотка чтобы лода молотить молотить не перемолотил отчет сыночка что случилось это агрегат это резать класс тащите картошку будем проверять на картошке мам давай картошку красота все мам смотри тереть теперь не будете опросить одни драники в меню у нас драники там же разные на слава сладочки да и и ве написать спасибо от нас от всех потому что я конечно проводит у нас просто этот эксперимент экспериментальный ну круто мама молодец рома молодец продолжаю пропитала теперь крем как всегда мой традиционный маскарпоне обязательно маскарпоне покупаю в лидли там он всегда был самый по низкой цене я даже смотрела в ауди там по 3 евро раньше но это дорого а в лидли он был по что-то там около евро сейчас до подорожал евро 50 по моему евро или евро 56 что такое а сливки вот эти вообще 77 центов вот 30 процентный сейчас я все это забил и буду смазывать тортик папа баба конечно не праздничный вариант домашний потому что я крема использовала одну порцию чтобы когда я делаю праздничный торт такой я тогда делаю в общем чтобы сэкономить я не стала бака смазывать и вот таким образом здесь немножечко мало мне было еще миндальные лепестки я покупала хотела делать такой вариант для волонтерского тогда нашего концерта а потом решила фруктовые поэтому остались у меня вот я решила может быть они не очень здесь к месту ничего будет вкусно в общем вот такой тортик у нас сегодня у нас погода испортилась очень сильно ну как испортилась что значит для меня я похолодала но красиво смотрите как красиво владька уже просится какой день у нас в бассейн носит трусики мне носит а я не реагирую потому что холодно что даже окна все по закрываю прям такая погода что хочется знаете в плед завернуться и не разворачивается из этого пледа несколько суток владика отправили кофе сварила у меня такое шикарное настроение потому что я вчера говорила что нет никакого повода для праздника есть повод шикарно сейчас я вам расскажу вот почему я а вот чеки тут у меня я еще веду бюджет я вам рассказывала помните у меня есть табличка и семейный бюджет свой личный я веду мне важно чтобы понимать что куда и зачем так ну юридическое отступление смотрите почему я так рада четверг депутаты европарламента поддержали предложение позволить украинским беженцам сохранять свои национальные водительские права освободив их от обязанности обменивать их на водительские права с мои жилы хорошие спасибо вам благодарна каждому вот этому 561 депутат который поддержал всего лишь 6 были против и 5 воздержались боже боже мой я вас благодарю я безумно рада просто моей радости нет предела я волновалась не справедливости ради рассказать что не сильно волновалась как-то наверное мне как это внутреннее такая чутье было что как-то должно это все разрешится я волновалась не потому что я не смогу водить автомобиль потому что автомобиль для нас очень важен он необходим когда мы с владиком куда-то потому что в общественном транспорте с владиком непросто зачем это усложнять себе жизнь если гораздо спокойнее гораздо комфортнее владика возить куда-то на автомобиль и ему спокойно и людям нет лишнего стресса поэтому конечно нам автомобиль нужен очень очень сильно мы его и покупали когда еще тогда жили за городом ну то есть нашей семье без автомобиля вот нельзя мы сами можем кстати мы хотим и велосипеды еще купить какие-то но потом и пешком можем и на велосипедах но с владиком нужно взять на транспорт вот я думаю ну как вдруг если потому что я не волнуюсь за то что я не сдам правила там или да мне нет информации я волновалась о том что сдавать нужно на немецком языке естественно это невозможно потому что сроки устанавливали шесть месяцев за шесть месяцев нереально это все сделать были еще варианты скачать программу на русском языке и и как бы выучить там тесты до запомнить и потом когда ты уже сдаешь экзамен ты ну вот интуитивно или как но это все непросто можешь ошибиться где-то не знали языка да ты даже не можешь запомнить все эти я так немножечко конечно волновалась и тут такой мне огроменный подарок я безумно рада поэтому теперь жизни то есть на время вот на тот период на временной защите пока у нас есть этот статус наши права которые мы получили в украине они действительно во всем не просто я очень-очень рада этому вот на такой позитивной ноте я бы с вами прощаться у меня сегодня выходной я его проведу с пользой для себя так что всем вам пока пока хорошего дня настроения всего самого лучшего пусть у вас всегда будет повод для радости а